Дорогие, сегодня в день празднования иконы Божьей Матери по крови, мы с вами отслужили молитву пред иконы Божьей Матери по помощи всем тем, кто находится в заключении, о помощи всем тем, кто неправильно может быть разлучен со своими родителями. Это тоже для них заключение, находится в каких-то детских приемниках. И особенно молились по случаю тех событий, которые произошли совсем недавно с детьми наших соотечественников, которые были отделены от родителей в соседних с нами государствах, например, в Финляндии. Мы с вами знаем, что у Анастасии уже четверо детей были подняты, и вот последнего ребенка она не успела родить, как у нее забрали. Вот против всего этого мы с вами молились, мы старались привлечь помощь Божьей Матери и попросили ее заступничества, ее покрова, чтобы действительно она помогла бы всем нашим людям обрести союз в мире и в мире. Меня зовут Ирина Бергсев. Моя русская семья была насильственно разлучена в Норвегии. У меня забрали детей. К счастью, один сын бежал в Россию, и я сейчас не одна. Но второй ребенок все еще находится в заложниках, на чужбине. Сегодня вся Россия молилась об узниках. И мы, простые люди, простые русские семьи, которые страдают сегодня на чужбине, обратились к прошениям, включить молитву и вспомнить о наших детях, которые сегодня находятся в темницах, в ювенальных тюрьмах, которые находятся вдали от родителей. И это разлучение произошло бы не нас, родителей. Представь себя, пожалуйста. Меня зовут Саша Пролов. Я был на рвежском плену, он сбежал оттуда. Сегодня мой брат остался там. Сегодня молился о том, чтобы освободили моего брата и других детей, которые находятся в плену. И мы надеемся, что вот это общее моление за наших детей поможет русским семьям воссоединиться во всех концах земли. Сегодня в этом храме, на московском подворье Валамского монастыря, произошло чудесное и удивительное событие. Мы, простые люди, русские матери и отцы, пострадавшие за границей от насильственного разлучения, со своими родными кровными детьми, обратились к российскому священству и первыми на наш призыв пострадавших откликнулись монахи этого монастыря. Мы благодарны, потому что сегодня у нас практически и у меня лично нет надежды на людей. Практически люди не могут ничего сделать, чтобы освободить моего сына или детей из обгородней. Политики, дипломаты не могут найти общие точки, не могут найти решения. И у нас, мы, русские люди, знаем, что есть еще фактор Бога. Мы надеемся на чудо, на то, что общая молитва может изменить все. Понимаете? И мы верим, что ситуация, которая произошла с Анастасией Завгородней сегодня в Финляндии, которая разлучена со своими четырьмя детьми, может разрешиться чудодейственным образом, если мы, россияне, вместе с нашим священством возьмемся за руки и будем молиться во всех концах земли. Но мы, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Ветра, тузы, темницы, цветы, и невредно церкви Твоей представь, И во все вече, и рабов Твоих заключений пребывающих, покаяния Тебе призывающих, и нами Тебе ныне молящися, Яко милося, помилуй, исцели и от усоводи. Молимся, всем милостивый спас услышит и помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Еще молимся о русских детях-кузниках, на чужбень удерживаемых, о соединении российских семей, насильственно разлученных об облегчении скорбей и тягах невинных чад. О, троков и троковец, матерей и отцов отделенных, умолимся. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Еще молимся и неже услышите Господу Богу, Господи не нас грешит и помилуйте нас. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Аминь. Услышанный Боже, Спаситель наш, упование сердца в земли сущих море далечий, и милостив, милостив, буди лады, а греши к наших и помилуй ныне. Аминь. Аминь. Песня. 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 Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу!